Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать на вечернее богослужение Церкви «Новая жизнь». И давайте мы в этот вечер споем 102-й псалом. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Благослови, душа моя Господа, благослови, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай благодеяний Его. Он прощает все беззакония, исцеляет все недуги Твои. И избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами. Щедрый, милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Как отец, милует сынов, так милует Господь, боящихся Его. Благослови, душа моя Господь, благослови, душа моя Господь. Благослови, душа моя Господь, благослови, душа моя Господа, и не забывай благодеяний Его. Щедрый, милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Как отец, милует сынов, так милует Господь. Боящихся Его. О, щедрый, милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Как отец, милует сынов, так милует Господь, боящихся Его. Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя. Милость Твоей, полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя. Милость Свою Ты превознес над судом, искупил меня и ввел в свой дом. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Милости Твоей, полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя. Милость Свою Ты превознес над судом, искупил меня и ввел в свой дом. Милость Свою Ты превознес над судом, искупил меня и ввел в свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. 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 Здравствуйте, драгоценные! Мы, как всегда, рады приветствовать нас на очередном богослужении, которое я посвятил Духовному Евангелию. И знаете, уже 30-летний юбилей мы справляем нашей духовной жизни с того момента, как Господь касался нас, призывал где-то. И знаете, за это время были разные периоды чтения Библии. Когда-то мы читали взахлеб, потом были моменты в моей личной жизни, когда все было сухо и как-то вспоминались только какие-то разные моменты. И читал как будто бы просто какую-то книгу истории обычных, и вроде ничего не происходило. Но с годами ты начинаешь понимать, что Библия, она как будто бы ведет тебя вглубь. Она ведет тебя к сути Писания. То есть, когда ты начинаешь видеть только поверхностные вещи, только какие-то истории, рассказы, это значит, что у тебя сейчас начнется время, когда Бог погрузит тебя глубже, и ты вдруг начнешь видеть суть этих историй. Не просто внешние какие-то факты, но ты начнешь видеть само слово. Это слово, как говорится в Писании, оно оживет в твоей жизни, в твоей душе. И это то, за что я молюсь сейчас, чтобы слово, оно оживало, чтобы то Писание, которое, может быть, мы уже хорошо знаем, чтобы мы не становились в таких знатоков, но мы углублялись в Него и находили самого Иисуса, мы находили в самом Иисусе Христа, мы находили в Слове, Его живое Слово, самого Бога видели, чтобы наш разум, он не задерживал нас только на уровне знания, но мы могли погружаться и видеть ту невидимую реальность того сверхъестественного Бога прямо здесь, прямо сейчас, в наши времена. И давайте помолимся, и помолимся заодно за нужды, которые есть. И знаете, в Священном Писании написано все свои заботы, возложите на меня. Вот сейчас хорошее время, заботы эти возложить на Бога, отключиться, ведь для этого и сделаны собрания, чтобы мы могли хоть ненадолго, хоть немножко, но отключиться от забот, для этого и есть молитва, чтобы мы могли перестать заботиться и суетиться, и сосредоточиться на том, что написано в Священном Писании, на Слове Божьем. И это наша часть. И давайте помолимся, дорогой Господь, мы молимся сейчас, чтобы мы могли остановиться во время этого собрания, мы могли прямо сейчас все свои заботы, решены они или не решены, как бы нам не было больно или как бы мы не переживали, мы возложили бы их на Тебя сейчас, Господь, ибо Ты печешься о нас. Мы также знаем, что Ты простираешь руку Твою на соделание чудес и знамений, когда мы изучаем Твое Слово, когда мы ищем Твоего Царства. Ты сказал, ищите Царство, и все остальное приложится Вам. Господь, вот время служения, это время веры, когда мы откладываем все для того, чтобы просто искать Твоего Царства, искать Твоего присутствия, искать Твоей милости, искать Твоей любви, чтобы видеть Тебя. Не чудо, которое мы так хотим видеть в своей жизни, но видеть Того, кто производит это чудо. Найти Того, кто источник, автор, и Того, кто желает произвести чудеса в нашей жизни. Я всем сердцем верю, что Бог жаждет это делать, но Он в этот же самый момент нам показывает Свой путь. Он говорит, ищи меня, а я буду заботиться о Тебе. Это и есть шаги веры, которыми мы продолжаем идти, несмотря на наш возраст, знания, чего бы ни было в нашей жизни. Давайте будем хранить это и использовать, и пользоваться этим, дорогие. И я так рад, что, знаете, с годами начинаешь понимать, что не ты один веровал, что, читая историю, ты вдруг видишь, что много людей веровали, искали Бога, находили. Это в детстве кажется, что ты самый умный и все знаешь, но, слава Богу, мы взрослеем и понимаем, что есть много людей и в Первом веке, и апостолы, и другие служители, которые так же, как и мы, искали Слово. Они искали самого Христа в этом Слове. Они искали самого Бога в этих писаниях, в этих историях, в рассказах. И я так рад, что то, что мы сегодня будем изучать, оно очень хорошо перекликается с нашим временем. И пусть Господь благословит каждого из вас. И мы начнем. И я хотел бы сделать достаточно большой экскурс и в историческое создание Евангелий, и в разные теологические моменты этих Евангелий. Но постарайтесь слушать это сердцем. Господь коснется вас, как Он коснулся меня и просто открыл Евангелие и снова вложил огромное желание, просто жажду прочитать Евангелие, снова читать. И уже как будто бы ты читаешь по-новому, как будто бы я никогда в жизни не читал это Евангелие. Я так хочу, чтобы это от Бога пришло в нашу жизнь. Самое важное, что Господь показывает вот этот путь, путь внутрь Слова, путь к сути Слов, к сути тех историй, которые мы читаем, чтобы Писание оживало, чтобы воскрешались сердца, чтобы жизнь, она текла из наших сердец, к смыслу духовности, к реальности того невидимого мира, который гораздо более реален, чем все видимое, что мы видим, и чем мы живем, чтобы мы находили Христа. И это моя молитва сегодня, чтобы Слово, оно оживало. Оживало в наших глазах, в наших устах, в наших жизнях, в наших сердцах. Итак, Евангелие от Иоанна воистину называют Евангелием Орлиного взгляда или Духовным Евангелием. И эта книга, наверное, больше всего питает не только умы, но и сердца, и души многих поколений христиан. Автор Евангелия очень часто изображают символически, если вы читали в Откровении, в 4 главе, в 7 стихе, там вокруг престола было 4 животных, и символически даже в витражах изображают, что эти животные — это евангелисты. То есть Евангелие от Марка, ему приписывается человеческий облик, так как оно такое самое, ну, можно сказать, простое, незамысловатое, самое человечное, что ли, человеческое. Лев — это евангелист Матфея, который видел Мессию, видел льва из колена Иудина. Телец — это символ евангелиста Луки, потому что это животное используется для служения, для жертвоприношения. Он видел в Иисусе Великого слугу людей и универсальную жертву. И орел — это символ евангелиста Иоанна, потому что орел — это единственное животное, которое может смотреть на солнце, которое может взирать на славу, на свет и видеть, продолжать видеть, видеть славу, как я бы уже сказал, духовно, видеть свет Божий, видеть вечные истины сквозь яркость, сквозь все, что есть, и видеть их очень четко. И мало того, видеть, да, у орла, наверное, на самое четкое зрение истины. Сделаем такой достаточно большой, я бы сказал, экскурс по Евангелию с историческими его особенностями. Если вы сравнивали когда-нибудь Евангелие, то вы увидите, что они достаточно сильно отличаются, то есть Евангелие от Иоанна, от трех других Евангелий, в четвертом Евангелии, в Евангелии от Иоанна ничего не сказано, например, о рождении Иисуса, о его крещении, о его искушениях. Там ничего не сказано о тайной вечере, о Гефсиманском саде, о Вознесении. В нем не говорится об исцелении людей, одержимых бесами, злыми духами. И удивительнее всего, в нем нет ни одной притчи Иисуса, которые являются бесценной частью остальных трех Евангелий. В трех Евангелиях Иисус постоянно говорит этими чудесными притчами и легко запоминающимися короткими, выразительными предложениями. В четвертом же Евангелии речь Иисуса занимает иногда целую главу, часто представляет собой сложные, изобилующие доказательствами заявления, совершенно отличные от тех сжатых, незабываемых изречений в других трех Евангелиях. Еще более удивительно, что факты из жизни и служения Иисуса приведены в четвертом Евангелии отличаются от того, что приведено в трех Евангелиях других. И вот просто некоторые из них в Евангелии от Иоанна иначе изложено начало служения Иисуса. В других трех Евангелиях совершенно ясно, что Иисус начал выступать с проповедями лишь после заключения в темницу Иоанна Крестителя. Вот прочитаем Марка 1 главу 14 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие». Об этом же написано в Луки 3 главе 18 стихе. Об этом же написано в Матфеи 4 главе 12 стихе. По Евангелию же от Иоанна выходит, что был довольно длительный период, когда проповедовал Иисус вместе с деятельностью Иоанна Крестителя. И вы можете прочитать об этом в Иоанна 3 главе 22 стихе. Другой момент. В Евангелии от Иоанна иначе представлена область, в которой проповедовал Иисус. В других трех Евангелиях главной областью проповедования была Галилея. В Иерусалим Иисус же попал только в последнюю неделю своей жизни. Согласно Евангелию от Иоанна, Иисус большей частью своей проповедовал в Иерусалиме, в Иудее, и лишь эпизодически заходил в Галилею. И вы можете прочитать об этом в Иоанна 2 главе 1 стихе, 4 главе 35 стихе, 6 главе 1 стихе и 14 главе. По Иоанну Иисус находился в Иерусалиме в Пасху, что совпало с очищением храма. Это Иоанна 2 глава 13 стих. Во время неназванного праздника Иоанна 5 глава 1 стих. Во время праздника Кущи Иоанна 7 глава 2 стих. Он был там зимой во время праздника обновления. Иоанна 10 глава 22 стих. Согласно 4 Евангелию, Иисус после этого праздника вообще больше не покидал Иерусалим. После 10 главы Он все время находился в Иерусалиме. Это значит, что Иисус оставался там в течение многих месяцев. От зимнего праздника обновления до весны, до Пасхи, во время которой Он был распят. Надо сказать, что именно этот факт получил в Евангелии от Иоанна довольно правильное отображение по сравнению с другими Евангелиями. Потому что Иисус сокрушался о судьбе Иерусалима, когда наступала последняя неделя. Давайте прочитаем Матфея 23 глава 37 стих. Помните, Иисус говорил Иерусалиму Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Совершенно очевидно, что Иисус не мог сказать такое, если бы Он не пребывал раньше в Иерусалиме, если бы Он неоднократно не обращался к жителям с первого своего посещения. Он не мог бы сказать им этого. Именно это различие и вот эти разные различия, они привели разных историков к церкви, к определенным заключениям. И вот я хотел бы вам прочитать. Жил такой Евсевий в 1263 году, и он жил по 340 год. То есть это, по сути, это была, наверное, первая история церкви, как большинство теологов соглашаются. То есть этот Евсевий, он был епископом Кесарии Палестинской и автор древнейшей истории церкви. И вот от Рождества Христова в 324 году он написал, он писал вот эту историю церкви. И я хотел бы вам просто процитировать некоторое его заявление в то время. Многие ученые-богословы придерживаются такого же взгляда, что первым проповедовал иудеем Матфей. Но настало время, когда он должен был пойти и проповедовать другим народам. И перед тем, как отправиться в путь, он записал все, что знал о жизни Христа на древнееврейском языке. И таким образом он как бы облегчил свою потерю для того, что он должен был уйти. И он оставил после себя вот это Евангелие. После того, как Марк и Лука написали свои Евангелия, Иоанн все еще только устами проповедовал историю жизни Иисуса. И, наконец, он приступил к ее описанию, когда уже три других Евангелия и они были широко доступны всем и дошли также до Него. И говорят, что Он их одобрил, подтвердил их истинность, и Он добавил, что в них отсутствует рассказ о деяниях, совершенных Иисусом в самом начале Его служения. И потому, говорят, Иоанн описал в своем Евангелии период, опущенный ранними евангелистами, то есть деяния, совершенные спасителем до заключения в темницу Иоанна Крестителя. Остальные три Евангелия описывали события, имеющие место после этого времени. Евангелие же от Иоанна — это повествование о первых днях, пишет Евсевий, это история церкви, 5 глава, 24 стих. Следовательно, согласно Евангелию, вообще существует, ну, я думаю, что не существует особых противоречий, как тут, как бы это иногда кажется. Я думаю, что даже те противоречия, которые вы можете видеть, я хотел бы, чтобы вы понимали, что если вы видите противоречия, это говорит только о том, что Господь хочет, чтобы вы погрузились в суть того, что там происходило. Потому что, когда ты видишь суть, тогда уходят противоречия. Когда ты встречаешься с самим Творцом, тогда все складывается, как нужно, и в твоей душе, и в твоей голове. Потому что Бог, Он Духом Святым использовал все это Писание для того, чтобы мы могли идти этим путем, путем погружения в Священное Писание, путем вот того, чтобы Слово оживало в наших сердцах, в наших жизнях. Итак, на самом деле нет никакого особого противоречия между этими Евангелиями. И разница, которую мы видим, она больше не из-за каких-то разных моментов в жизни Иисуса, а она больше по существу. Если вы знаете историю, то первые Евангелия они писались достаточно рано, о Евангелии от Иоанна, он писал уже через 70 лет. Почему я вначале сказал, что вот у нас 30-летний юбилей подходит, и мы уже начинаем видеть Писание как бы более, что ли, духовно, чем когда мы видели его в начале своего уверования. А представляете, Иоанн, который лично видел Иисуса, который любил Христа, он через 70 лет уже своей жизни умудренный, имеющий откровения, который просто, как пишет Павел, проникал в глубины Божьи, познавал Христа, как Христос познал нас. Это о желании Павла, я думаю, что у них было одинаковое желание. И вот эта вот разница во времени, она уже дала возможность Иоанну больше говорить о смысле Писания, о сути. И сейчас вы это увидите, как это видели, оказывается, и в первом веке, и другие теологи, богословы. Не надо думать, что они все были такими сухими изучателями Библии. Это неправда. Я верю, что Писание, оно оживает. Поэтому у меня даже есть такая тема ожившее Писание. Когда ты что-то читаешь, изучаешь, давно знакомое, но находишь вдруг какие-то моменты, которые просто тебя взрывают, оживают и приносят тебе жизнь. И давайте дальше продолжим наше такое изучение. Не будем касаться разницы видимой, видимой. Но посмотрим, почему особенное значение у Евангелия от Иоанна. Совершенно очевидно, что евангелист отличается от других евангелистов. И это не из-за незнания или отсутствия информации. Хотя он не упоминает многие из того, что приводят остальные евангелисты. Он приводит многое такое, чего нет у других евангелистов. Только Иоанн, например, рассказывает о брачном пире в Кане Галилейской. Только Иоанн говорит о посещении Иисуса Никодимом. Только Иоанн говорит о Самарянке, о воскрешении Лазаря, о том, как Иисус мыл ноги своим ученикам, о его прекрасном учении Святом Духе Утешителе, которое просто рассыпано в разных главах Евангелия. Лишь в повествовании Иоанна действительно оживают перед нашими глазами многие ученики Иисуса. И мы слышим речь Фомы, например, в 11 главе в 16 стихе, в 14 главе в 5 стихе, в 20 главе в 24 и 29 стихах. Андрей становится подлинной личностью в 1 главе в 40 стихе, в 6 главе в 8 стихе, в 12 главе в 22 стихе. Только у Иоанна мы узнаем нечто о характере Филиппа в 6 главе 5 стихе и 14 главе 8 стихе. Слышим злой протест Иуды при помазании миром Иисуса в Вифании. И надо отметить, что, как ни странно, эти мелкие штрихи, они открывают нам поразительно много. Портреты Фомы, Андрея, Филиппа. И в Евангелии Иоанна они подобны украшению и детализации, что ли, вот этой прекрасной картины Христа и того, что происходило. Далее у Евангелиста Иоанна мы снова и снова встречаем разные другие мелкие детали, которые читаются как свидетельства очевидцев. Например, мальчик принес Иисусу не просто хлебы, а ячменные хлебы. Когда Иисус пришел к ученикам, пересекавшим в шторм озеро, они проплыли около 25 или 30 стадий. То есть такая детализация. В Кане Галилейской было 6 каменных водоносов. Только у Иоанна говорится о 4 солдатах, бросавших жеребий из-за цельно тканной одежды Иисуса. Только он знает, сколько смеси смирной алоэ было использовано для помазания тела Иисуса. Только он понимает, как во время помазания Иисуса в Вифании дом наполнился благоуханиями. И он помнит это. Многое из этого кажется на первый взгляд незначительными деталями, но они украшают ту картину и показывают нам, что Иоанн, а мы знаем, что это был обычный простой рыбак, это был некнижный, достаточно из бедной семьи человек. Как бы ни отличалось это Евангелие от остальных Евангелий, это отличие надо объяснять не незнанием или несовпадением, а как раз тем, что Иоанн больше немного уже знал, он больше видел на расстоянии этих семидесяти духовных лет жизни, служения, он обладал какими-то лучшими источниками, может быть, лучшей памятью, так как он был самый молодой среди свидетелей и учеников Иисуса, может быть, я знаю людей, которым Бог в детстве давал феноменальную память, и знаете, это очень благословляет сейчас, когда я спрашивал, например, свою тетю, она уже в полтора года помнила какие-то моменты, хотя ее мама говорит, да ты не могла это видеть, как это было так давно, а она говорит, я помню это, и это очень сильно благословляло меня, потому что она рассказывала какие-то истории из такого далекого прошлого, моих родных и близких, например, и когда ты вдруг начинаешь вот видеть это, то это оживает, оживают люди, которые жили так давно, но оказывается, они верили точно так же, как и мы, они, кто-то подмечал детали, а кто-то не замечал детали, кто-то был харизматичен, а кто-то сомневался во всем, и это живо и действенно в наших сердцах. и так, Иоанн, он просто с высоты уже своих лет и того, что Бог ему дал, он как будто бы видит по-другому, он как будто бы видит четче, он как будто бы устремлен в центр, и он видит суть происходящих вещей, и сейчас мы об этом более детально как раз это разберем. другим доказательством того, что автор четвертого Евангелия обладал особой информацией, является то, что он очень хорошо, например, знал Палестину и Иерусалим. Он знал, как долго строился Иерусалимский храм. А я напомню вам, что на тот момент храм уже был разрушен, Иерусалим был уже разрушен, и по сути Иоанн писал все по памяти, и к тому же он не был в Иерусалиме, когда это писал, и уже достаточно давно. И вот, смотрите, Иоанн в своих Евангелиях пишет настолько все четко. Он, например, точно знал, сколько строился храм, что иудеи с самарянами постоянно конфликтовали, что иудеи держались невысокого мнения о женщинах, как иудеи смотрели на субботу. Он хорошо знал Палестину, он знал две Вифании, одна из которых находилась за Иорданом. Он знает, что из Вифсаиды были некоторые из учеников, что Канна находилась в Галилее, что город Сихарь находился неподалеко от Сихема. Он знал Иерусалим, можно сказать, каждую улицу, он знал овечьи ворота, купальню около них, он знает купальню Силаам, притвор Соломона, притвор поток Кедрон, Лифастротон, что по-еврейски Гавафа, он знает Голгофу, похожую на череп, лобное место. И еще раз напомню вам, что на самом-то деле этого уже всего не существовало, Иоанн давно не был в Иерусалиме, и он все это с такой тщательностью описывает. Отстоятельства, в которых писал Иоанн, мы уже видим, они достаточно разные. В тех трех Евангелиях мы видим, что причиной разницы была не то, что они писали что-то очень такое поверхностное, нет, каждая Евангелие было духовным, и оно олицетворяло свою сторону Христа, ведь Христос, Он стал полностью человеком, и нельзя было не отобразить полностью человеческую сторону Христа, то, что, например, Он сострадал, то, что Он плакал, и это другая сторона, но она не менее важная, при том, что впоследствии Иоанну придется вообще бороться с ересями, которые утверждали, что не было человеческой природы Иисуса Христа, что это было символом или каким-то там образом, и мы видим, что все Писание богодухновенно, и нам важно видеть суть Писаний, для чего они описывали, что они описывали, как они это описывали, и молиться, чтобы Бог оживлял это в наших сердцах, в наших жизнях, в наших... и тогда мы увидим, что оно прямо сейчас живо и действенно. И когда мы видим эту разницу, конечно, логично спросить, почему так написано? Четвертое Евангелие, как говорят, было написано около сотого года, то есть через семьдесят лет уже после смерти Иисуса Христа. И тогда в церкви намечалось уже две тенденции. Первое, это христианство пришло в языческий мир. К тому времени христианская церковь перестала носить иудейский характер. Большинство приходивших в нее членов приходили не из иудейской, а из иллинистической культуры. Церковь должна была заявить о себе, но в языческом, в еллинистическом, в греческом мире. Это и привело Иоанна вот к тому, о чем мы сейчас будем читать, можно сказать, к сердцевине этого Евангелия. И оно нисколько не умаляет истинности того, что происходило с Иисусом. Но давайте по порядку. Это не значит, что Иоанн изменял какие-то истины. Нет, просто Иоанн очень хотел донести Священное Писание до того мира, греческого мира, которым чужд был Мессия, которые вообще не понимали ничего иудейского, которые не знали никакого ожидания Мессии, которым вообще непонятны были родословные и какие-то законы иудейские. И это то же самое, что сейчас. Мир сейчас меняется, мир другой. Сейчас мир не такой, как 100-200 лет назад. Мир меняется, и очень важно, чтобы мы то слово, ту жизнь, которую мы имели, мы могли принести этим людям, которые говорят уже на другом языке, молодежи, которая говорит немного на другом языке, не на том, на котором мы говорим. Иоанн это, можно сказать, основатель таких изменений. Он уже тогда, в первом веке, он создал, можно сказать, он обновил Евангелие и сделал его, это я уже забегаю в конец, он сделал его доступным для еленов, и поэтому такое широкое распространение получило христианская весть, добрая весть в тогдашнем мире. Итак, давайте все-таки по порядку к этому пойдем. Церковь должна была заявить о себе, но заявить по-новому. Это не значит, что нужно изменять христианские истины, просто нужно было их выразить на языке людей, как Павел потом говорил, для еленов я стал как елен, для подзаконных я как подзаконный, для иудеев я как иудей, но надо говорить с людьми на их языке, нести им Евангелие. Возьмем хотя бы пример Евангелия от Матфея. Сколько народу притыкались народословных? И вот знаете, один тоже историк, теолог в первом веке, английский богослов, Гудспид, он писал, «Разве не мог грек познакомиться непосредственно с сокровищами христианского спасения, не погрязнув навечно в иудаизме? Нужно ли было бы ему расставаться со своим интеллектуальным наследием и начинать думать исключительно в иудейских категориях, в иудейских понятиях? Иоанн подходит к этому вопросу честно и прямо, и он нашел одно из величайших решений, которое когда-либо проходилось кому-либо в голову. Позже в комментариях мы это сейчас рассмотрим во всех деталях. Должен ли он прежде чем стать христианином выучить добрую часть иудейской истории, иудейскую апокалиптическую литературу, в которой рассказывалось о пришествии Мессии, как выражался вот этот богослов. Итак, мы подходим к сути того, что совершил Иоанн. во-первых, у греков было понятие логоса. В греческом оно имеет два значения слово, то есть речь, и смысл, понятие, причина, то, о чем мы молились вначале. Иудеи хорошо знали о всесильном Слове Божьем. И сказал Бог, и стал свет. Грекам хорошо была известна идея причины. Греки смотрели на мир и видели в нем удивительный, надежный порядок. Они видели в нем ночь и день. Они видели в строгом порядке времена года. Они изучали это, и все это наталкивало их на то, и все их философы, они говорили, что есть божественный разум, есть логос, как говорили греки, который создал этот величественный мировой порядок. И что дает человеку способность думать, рассуждать, спрашивали себя греки, и опять-таки они уверенно отвечали. Логос, божественный разум, пребывающий в человеке, он дает человеку возможность мыслить, возможность видеть, возможность слышать и что-то делать. И Евангелие от Иоанна как будто бы говорит, всю вашу жизнь вы видели божественный разум. И вот настало время, когда этот божественный разум пришел на землю и воплотился во Христе в облике человеческом. Иоанн говорит, взгляните на Христа, который был от начала, которым все было создано. Иоанн употребляет то же самое слово логос. Он говорит, что этот логос, это слово живое, оно было от начала. оно было всегда. И вы его видели и чувствовали. Но сейчас вы можете прикоснуться к нему. Сейчас вы можете войти через него, как через открытую дверь, в ту уже невидимую реальность. Взгляните на него, и вы увидите, что такое божественный разум, божественная воля. Евангелие от Иоанна дало новое понятие, которое греки могли мыслить об Иисусе. об Иисусе, который был представлен как Бог изначальный и как Бог, который пришел для людей, чтобы открыть людям. И если вы, может, когда-то читали философов греческих, многие из них, они говорили, если Бог не сойдет на эту землю, если Бог не коснется нас, мы все здесь умрем и погрязнем в наших грехах, они все это ощущали. И здесь Иоанн, зная эти чаяния людей, их мучения в грехе, он им говорит, да, именно то, чего вы ждали, оно произошло. Взгляните на Христа, взгляните на Него, обратитесь к Нему, и вы увидите. У греков было еще второе понятие о вечности. Они в большей своей массе верили, что есть два мира. Есть мир, в котором мы живем, и есть мир как бы реальный и мир теней. И они считали, что в этом мире, в котором мы живем, это больше тени от того реального мира. И в общем-то у иудеев тоже было такое понятие, что вот тот свет, который мы сейчас видим, мы как будто бы видим его на шторке теней. Мы действительно видим свет солнечный, но как сквозь тусклое стекло гадательно, мы его видим как бы на большом полотне. То есть они также верили в два мира, в мир видимый и в мир невидимый. И для греков реальным миром был тот мир. И они, как и все нормальные люди, они хотели попасть в тот мир, в мир невидимый, но реальный. И даже философ Платон, он систематизировал все эти формы, идеи. Попросту говоря, Платон считал, что где-то существует этот невидимый, но очень реальный мир. И это самая великая реальность, высшая идея, прообраз всех прообразов, форма всех форм, что есть на земле, это Бог. И оставалось только одно, решить вопрос, как бы попасть в тот реальный мир, как уйти от наших теней и от того, что мы видим в вечные истины. Иоанн заявляет, что именно эту возможность дает нам Иисус Христос. Он есть дверь, Он и Сам и есть та реальность, пришедшая к нам на землю. В греческом языке для передачи понятия реальный в этом смысле употребляется слово «алифейнос», которое очень близко связано со словом «алифейс». Оно значит истинный, подлинный. Это значит истина, алифейна, это истина. В Библии греческое слово переведено как истинный, но было бы также правильно перевести его как реальный. И когда евангелист Иоанн на греческом языке пишет им, что Иисус это реальный свет. Первая глава девятый стих. Он пишет им Иисус это реальный хлеб. Шестая глава тридцать второй стих. Иисус это реальная виноградная лоза. Пятнадцатая глава первый стих. И суд Христов это реальный суд. Восьмая глава шестнадцатый стих. Один Иисус реален в нашем мире теней и несовершенств. То есть такое ощущение, что как будто бы Иоанн показывает вот она точка, через которую весь наш мир, он может войти в тот реальный духовный истинный мир. И эта дверь это Иисус. Иисус говорит, я есть путь истинный и жизнь. Я дверь, через которую мы входим в тот мир. Один Иисус реален. И отсюда следуют некоторые выводы. Каждое деяние Иисуса было не просто действием во времени. И вот сейчас вы поймете, почему вначале я показывал противоречия между Евангелиями. Каждое деяние Иисуса было не только действием во времени, но представляло собой окно, через которое мы можем видеть реальность вне этого времени. Именно это имеет в виду евангелист Иоанн, когда говорит о совершенных Иисусом чудесах как о знаках, как о знамениях. Чудесные совершения Иисуса, они не просто чудеса, как в трех других Евангелиях, чудеса того времени для тех людей. Он представляет собой, как будто бы это окна, открытые в реальность, которая есть Бог. Именно этим объясняется тот факт, что Евангелие от Иоанна представляется совершенно иначе, нежели три других Евангелия истории о совершенных Иисусом чудесах. То есть Иоанн поэтому по-другому совсем говорит о чудесах, не так, как в тех трех Евангелиях, потому что он о них говорит, как о реальности, как о двери, которая открылась, как о знамении, которое есть для нас сейчас. И вот смотрите, можно сказать, кульминация того, что сделал Иоанн. В четвертом Евангелии не чувствуется того же оттенка сострадания, которое присутствует в разных других Евангелиях, когда Иисус умилосердился над прокаженным, сочувствует и Аиру, отцу страдающей эпилепсией мальчика в Марка 9 главе, когда Иисус воскресил сына вдовы из города Наин и с нежностью в глазах отдает Иисус матери его. В Евангелии от Иоанна чудеса Иисуса не столько акты сострадания, сколько демонстрация славы Христа. И вот смотрите, так Иоанн комментирует после чуда, совершенного в Канне Галилейской. Так положил Иисус начало чудесам в Канне Галилейской и явил славу свою. 2 глава 11 стих. Воскрешение Лазаря произошло к славе Божьей. Помните, слепота слепорожденного существовало, чтобы на нем явились дела Божьи. Иоанн не хотел сказать, что у Христа не было любви или сострадания, но он в первую очередь видел в каждом чуде Христа славу божественной реальности, врывающуюся во время, в человеческие дела, прямо сейчас. Чудо это следствие, а не цель. Заметьте, как многие люди гоняются сейчас за чудесами, как и раньше, но целью может быть только Христос, только Он, только благодарность может быть показателем той же духовности. Помните, как Павел писал уже впоследствии, иудеи ищут чудес, а елены ищут знамения, а мы, перефразируя Павла, ищем Христа, ищем Бога, ту реальность, ту истину, того помазанника, который есть в этом священном писании и в жизни каждого из нас. В четвертом Евангелии чудеса Иисуса часто сопровождаются длинными рассуждениями. За описаниями насыщения пяти тысяч идет длинное рассуждение о хлебе жизни. Исцеление слепорожденного предшествует высказыванию Иисуса о том, что Он свет миру. Глава девятая. Воскрешение Лазаря предшествует фраза о том, что Он есть и воскресение, и жизнь. Глава одиннадцатая. В глазах Иоанна чудеса Иисуса не просто единичные акты во времени, это возможность видеть то, что Бог делал всегда. Это возможность видеть, как поступал Иисус всегда. Они есть окна в божественную реальность. Иисус не просто накормил однажды пять тысяч, это было иллюстрацией того факта, что Он навечно реальный хлеб жизни для каждого, кто принимает его. Он навечно этот хлеб. Иисус не просто однажды открыл глаза слепому, Он навечно стал светом для каждого, кто ищет его. Он стал тем светом, который открывает глаза. Он навечный свет миру. Иисус не просто однажды воскресил из мертвых Лазаря, Он навечно для всех стал воскресением и жизнью на все века, на всю жизнь. чудо никогда не представлялось Иоанну изолированным актом. Оно всегда было для него окном в реальность. Кем Иисус всегда был и есть. Он всегда был реален. Он от начала был истинен. Он от начала был всемогущ. Видим ли мы это в том Христе, который по-человечески родился здесь на земле. Вот что значит увидеть в Иисусе Христа. Он всегда это делал. Иисус всегда был этой реальностью. Он всегда делал эту вечность и приносил ее. Опираясь на этот факт, великий ученый Климент Александрийский около 230 года от Рождества Христова сделал одно из самых известных заключений, к которому в принципе соглашаются с которым все и богословы, и теологи, и все, кто ищут Бога. Что происхождение 4-го Евангелия, а и цели его написания, он считал, что сперва были написаны Евангелия, в которых приведены родословные, то есть Евангелия от Луки, Матфея, после этого Марк написал свое Евангелие по просьбе многих слышавших проповеди Петра, включил в него те материалы, которые использовал в своих проповедях Петр, и лишь после этого, самым последним, Иоанн увидел, что все связанное с материальными аспектами проповеди и учения Иисуса получило надлежащее отображение, побуждаемое своими друзьями, церковью, а в истории говорится, что многие епископы просили Иоанна, чтобы он написал Евангелие, чтобы он как будто бы закончил этот труд, он поставил вот эту какую-то духовную что ли точку, печать, и совершил это. побуждаемый своими друзьями, вдохновленный Святым Духом, написал Духовное Евангелие, Евсевий, История Церкви, 6 глава, 14 стих, и вы можете это узнать. Климент Александрийский хочет тем самым сказать, что Иоанна интересовали не столько факты, сколько их смысл и значение. Он, смотря на факты, Он искал истину, Он искал источник этих фактов, Он искал вдохновение, Он искал истину, Он искал реальность во всех тех фактах, которые происходили. Иоанн видел в деяниях Иисуса не просто события, протекавшие во времени когда-то, уже 70 лет назад, Он видел в них вечность, и Он подчеркивал духовное значение слов и деяния Иисуса. Никто другой из евангелистов не был предназначен это сделать, каждый сделал свое дело, то, что он должен был сделать, как он видел, что он видел, и он принес, каждый из них принес свое. И когда божественной силой и мудростью внутри тебя это все соединяется, это приводит, знаете, к такому восторгу, когда ты видишь картину, но ты видишь ее целиком. Когда ты раньше приглядывался к картине, о, здесь рука, какая красивая рука, но вот эта вот духовность настоящая, она производит в нас то, что мы начинаем видеть все целиком, мы начинаем видеть, что и то, что нам казалось неправильным, Бог использовал для того, чтобы совершить свою картину. Все сделано Богом им, через Него и для Него. И это восхитительная возможность, и мне кажется, что это один из показателей духовности, когда ты можешь смотреть шире, когда ты можешь смотреть духовно, когда ты, как сказал опять-таки апостол Павел, осем надобно судить духовно. Духовный судит обо всем. Он не мучается разделениями. Ну, вернемся к нашим историческим моментам. Таким образом, в Евангелии от Иоанна Иисус представлен, как сошедший на землю воплощенный божественный разум, как единственный, обладающий реальностью, которую искали греки, способный вывести людей из мира теней в мир реальный, о котором мечтали и Платон, и великие греки, христианство, облаченное когда-то в иудейские категории, обрело величие греческого мировоззрения. мировоззрения. И это то, что произошло в те времена. И знаете, это восхитительно, это восхищает меня, потому что, когда я это читаю, когда я сейчас читаю Евангелие от Иоанна, строчку за строчкой, я поражаюсь тому, как Иоанну удалось в нескольких словах вкладывать такой смысл. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Такими короткими фразами Он вкладывает всю Вселенную в Христа, в того Христа, чьего Рождество мы сейчас праздновали. Это восхитительно, и это говорит об определенной духовности. Я так рад, что это приходит в Церковь, это приходит в жизни нашего времени, нашего поколения и наших жизней. И знаете, в конце я хочу сказать вам, что если вас что-то коснулось сейчас, если вам вдруг захотелось еще раз прочитать Евангелие от Иоанна, если вам вдруг захотелось или вы услышали что-то, что коснулось вас, или вы захотели прочитать Евангелие или еще что-то, какую-то другую литературу, значит, цель достигнута, значит, Господь коснулся ваших сердец, значит, Он пребывает здесь точно так же, как Он пребывал когда-то с Иоанном, как Он тогда касался людей, открывал им желания и глаза и давал им эту жажду по Священному Писанию, так же происходит и сейчас. Я молюсь об этом, чтобы Господь продолжал простирать руку Свою на соделание чудес и знамений, когда мы изучаем Священное Писание, когда мы читаем его, когда мы вникаем в него, вникаем в себя, в учения и занимаемся с ним постоянно. И, конечно же, если в вашем сердце появилась благодарность, вы можете ее выразить, вы можете ее выразить, написав отзыв, написав комментарий, написав какие-то добрые слова Иисусу, написав добрые слова И это сейчас в этом мире помогает нам распространять Евангелие, отзывы, комментарии для многих людей. Они гораздо важнее, чем, может быть, даже многие проповеди и учения. Господь пусть благословит каждого из вас. И также, если вы хотите пожертвовать, если в вашем сердце есть желание послужить, жертвовать, то вы можете посмотреть сейчас ролик о пожертвовании. Да благословит вас Господь! Дорогие друзья, если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. В разделе услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга ввести сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности. Любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова